Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как надо тренироваться шашисту от уровня начинающего игрока до уровня хотя бы кандидата в мастера спорта. Ну, во-первых, что бы я сразу же хотел сказать, лучше всего заниматься с тренером. То есть, тренер, вот если сравнить это, да, вот, тренер, по сути, это как ваш велосипед. То есть, вы можете идти пешком, грубо говоря, да, по дорожке, а можете ехать на велосипеде. Конечно, на велосипеде вы достигнете своей цели, своего пункта назначения гораздо раньше, чем вы будете идти пешком. Это логично. То есть, все-таки я рекомендую всем начинающим шашистам заниматься в шашечных кружках. Я думаю, что, ну, во многих городах России есть шашечные кружки, есть тренеры, которые с удовольствием займутся вашим дополнительным образованием. Во-вторых, что хочется сразу же отметить. Ну, надо же сразу же изучать правила игры. То есть, шашечный кодекс. Ну, я живу в России, поэтому у меня шашечный кодекс России. Ну, соответственно, вы можете жить в Литве, Латвии, Узбекистане, Казахстане и так далее. Но, в принципе, правила игры везде одинаковые. То есть, независимо от той страны, где вы живете. У нас одна игра. Русские шашки. Следующий пункт. Какие книги вообще надо изучать? Ну, для новичков, конечно, надо изучить книги для начинающих. Великолепная книжка. Вениамин Городецкий. Гроссмейстер из Белоруссии. Романтика шашек. То есть, много изданий было, по-моему, 9 или 10 изданий. Вот, изучите вот эту книгу. Также вот великолепное, так скажем, подспорье будет для наработки мастерства. Следующий пункт. Что надо изучать? Какие книги? Надо овладеть так называемым комбинационным зрением. То есть, это умение видеть комбинации в русских шашках. И, так скажем, предвидеть возможные, так скажем, возникновения вот этих вот комбинаций. Есть две великолепные книги. Это Аарон Злобинский. Комбинации в русских шашках. Вот такая книжечка. И Эдуард Сукерник. Это мастер из Ленинграда. Тогда еще Санкт-Петербург назывался Ленинградом. Антология шашечных комбинаций. Вот, если вы изучите хотя бы одну из этих книг, изучите, то у вас будет великолепное шашечное комбинационное зрение. Это надо, это важно. То есть, во многих партиях зачастую борьба протекает в позиционном ключе, но часто очень именно вот партию можно выиграть только за счет комбинации. Никак иначе. Если у вас нет комбинационного зрения, вам придется туго в шашках. Следующие две книги, которые я настоятельно рекомендовал бы изучить, это «Курс шашечных дебютов» Литвинович Негра и Григорий Хацкевич «25 уроков шашечной игры». Вот, для начинающего эти книги самое то. Это должны быть ваши настольные книги в любое время дня и ночи. То есть, изучая эти книги, вы узнаете, как играть в начале партии, в середине партии и даже в конце партии. Ну, давайте теперь остановимся на окончании партии. То есть, любая партия делится на дебют, «Миттельшпиль» и «Эншпиль». То есть, дебют – это начало партии, «Миттельшпиль» – середина партии, «Эншпиль» – это окончание партии. Вот, великолепная книжка Максима Федорова «Дамочный Эншпиль». К сожалению, очень малым тиражом издана. Нижний Новгород, 96-й год. Всего тираж тысячи экземпляров. Ну, это уже, можно сказать, редкость, конечно. Ну, для начинающего вот самая то книга. То есть, великолепная книга. Именно по теории окончаний. Также «Маломед Барский. Курс шашечных окончаний». Вот это, кстати, книга. Здесь есть и русские шашки, и международные, так называемые, стоклеточные шашки. Вот эта книга уже почаще встречается. Еще при СССР она была издана. Так, сейчас посмотрю, тираж какой. Так, тираж. Так, где у них тираж тут? Не вижу. Тираж 50 тысяч экземпляров. То есть, эта книга встречается намного чаще. Ну и, конечно, уже от уровня, как минимум, первый разряд, кандидат-мастера, мастер спорта, ну и даже гроссмейстер. Это энциклопедия Эншпиля Максима Федорова. То есть, это издание в трех томах. Первый, второй и третий том. Это именно окончание, середина игры. То есть, середина игры – это гамбитные позиции, это симметричные позиции, это позиции со связкой правого фланга, левого фланга. Ну, очень много разных позиций именно из середины игры. Есть некоторые редкие дебютные планы. И самое главное, что это умение, именно вот эта книга, научит вас играть именно в конце партии, в окончании. Ну, естественно, надо изучать также дебюты. То есть, очень много есть книг по дебютам. Вот это дебютная энциклопедия «Высоцкий Горин». Сейчас, говорят, уже шесть томов есть. То есть, у меня первый, второй и четвертый тома есть. Ну, честно говоря, я, конечно, уже не особо их листаю. Это скорее для начинающих шашистов, да, для, так скажем, уже более-менее таких профессиональных шашистов. Они не так интересны, потому что у нас, понимаете, в репертуаре сейчас именно летающие шашки, то есть, жеребьевка дебюта, летающая шашка. Есть так называемые ходилки. То есть, от одного до трех ходов делается, так сказать, принудительно, а затем шашисты оба играют. То есть, это для нас не так важно уже. А вот для начинающих вот такие книги, энциклопедии, вот это самое то. То есть, начинающие шашисты обычно играют классические шашки без жеребьевки. Ну, различные изучать надо также брошюрки. То есть, вот дебют, городская партия, Баку, 89-й. Книги различные, вот Оскар, Паусе, даже не знаю, как называется, честно говоря, по-моему, по-литовски написано. Ну, то есть, неважно на каком языке написана книга, самое главное, там есть шашечная аннотация и диаграммки. Вот это то, что нужно знать шашисту. Каждый шашист их знает. То есть, если вы знаете, так сказать, шашечную пунктуацию, то вы изучите книгу на любом языке. То есть, это неважно будет. То есть, ну, различные тоже вот книги как раз по творчеству. То есть, вот Берлинков, Ракитницкий, шашечные партии белорусских мастеров. Тут очень много, конечно, ошибок. Очень много в этой книге. Но, тем не менее, тоже разбирая вот эти вот дебюты, различные планы игры, вы, так скажем, расширите свой кругозор. Ну, и потом уже, когда мастерству более-менее прибавится, надо, конечно, изучать дебютную энциклопедию летающих шашек. Это Наумик Василий, Парчук Игорь. Ну, еще Борис Дружинин есть. Дебютная энциклопедия тоже летающих шашек. То есть, для таких уже серьезно настроенных шашистов уже, так сказать, для людей, кто хочет стать профессиональным шашистом, конечно, надо изучать теорию летающих шашек. Ну, для начинающего, конечно, как вообще следует заниматься? Что самое главное, я бы хотел сказать? Во-первых, заниматься с тренером обязательно. Во-вторых, изучать вот эти вот шашечные книги, хотя бы эти. То есть, в принципе, чем больше книг вы изучите, тем будет лучше. То есть, память это, по сути, как кладовая, в которую вы складываете свои знания, и рано или поздно эти знания могут пригодиться в партии. То есть, чем больше знаний, тем сильнее вы играете. Сила игры шашиста зависит. То есть, первое, это теоретическая подготовка, это как раз знания дебютов, каких-то планов игры в середине партии, знания окончаний, то есть, каких-то вот известных окончаний. Вот это именно, то есть, это теория. Второе, это навыки в практической игре, то есть, как вы быстро можете, так скажем, оценить позицию, найти сильнейший план, то есть, какой счет у вас именно шашечный. Следующий пункт, это комбинационное зрение, то есть, тоже очень важно как раз нарабатывать. Вот я уже показывал книги, какие пригодятся. Следующий пункт, вот что бы я хотел выделить, именно игра, это игра, так скажем, практически партии. Партии, это, ну, можно, конечно, во дворе играть, можно, как говорится, где-то в шашечном кружке, то есть, надо играть, так скажем, 50% партии с равным вам сопернику, 25% партии с более сильным соперником, и 25% партии с более слабыми. То есть, чтобы вы умели выигрывать слабого, сыграть в ничью хотя бы с сильным, ну, и тоже, как говорится, в ничью играть и выигрывать равных себе. То есть, если вы будете постоянно играть партии со слабыми, то, ну, особого толку от этого не будет. Если будете постоянно с сильными играть, ну, это психологически будет на вас влиять, то есть, вы будете постоянно проигрывать, и очень тяжело будет настраиваться на партии с другими соперниками. С равными тоже как бы постоянно не надо играть 100% всех партий. То есть должно быть разнообразие именно. Где можно играть? Ну рекомендую лучше всего. Это шашечные сайты Gambler и Lidrafts. Вот я рекомендую. То есть Gambler в принципе подходит для игроков любого уровня. То есть и начинающих, и там играют, извините, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, гроссмейстеры, чемпионы России, Европы, мира и так далее. То есть уровень игры, то есть от мала до велика, что называется. Также можно настраивать там время, которое требуется вам на игру. Для начинающих я бы рекомендовал играть в партии, ну так называемый Rapid. То есть допустим 8 минут на партию плюс 4 секунды за каждый ход. Ну или допустим 10 минут на всю партию. То есть вот такие режимы. То есть Blitz я не рекомендую играть начинающим игрокам. Именно надо играть в быстрые партии. То есть классический, так скажем, классический контроль 40 минут и более. Для начинающих тоже тяжело высидеть будет, именно заниматься. А вот именно 8-10 минут, да, идеально для начинающих подходит. То есть и не очень долго, и есть время подумать, так скажем. Так, что бы еще хотелось выделить? Ну конечно, конечно, я бы рекомендовал тоже для, ну и для начинающих тоже, купить шашечную программу. Ну, понимаете, если вы хотите достигнуть каких-то серьезных успехов, хотя бы стать мастером спорта, то без шашечной программы очень тяжело обойтись. То есть, ну это опять же как велосипед. Я говорю, то есть с велосипедом вы можете достигнуть своей цели гораздо быстрее, чем вы пойдете пешком. То есть то же самое. Ну, то есть у вас должен быть тренер, книги, вы должны играть практические партии, вот допустим на гамблере, ну 8-10 минут, еще раз повторюсь. И обязательно, обязательно после, так скажем, проведения практических партий, игры в практических партиях, турниры есть на гамблере. То есть игры в турнирах обязательно все свои партии разбирать. То есть тот же чемпион мира Гарри Каспаров по шахматам, он говорит, что на вопрос в чем, так скажем, суть вашего успеха, как вы добились успеха своего, он ответил, что я разбираю все свои партии, в том числе и выигранные. То есть бывает, что мы выигрываем партии, а на самом деле мы в них ошиблись, и мы могли бы сыграть сильнее. А соперник не заметил ошибки, и еще тоже ошибся, и в итоге мы выигрываем. На самом деле, конечно, надо разбирать все партии. Еще раз повторю. То есть, и вот это вот все вместе, да, вот это вот все вместе, это дает именно мастерство шашечной игры. Конечно, еще нельзя забывать о том, чтобы хорошо высыпаться, то есть перед партией вы должны быть выспавшимся обязательно. Не следует сильно заморачиваться перед партией, то есть как-то накручивать себя. Относитесь к партии шашечной, ну, как к игре, как к развлечению. То есть, ну и рано, конечно, тоже сдаваться не надо, надо сопротивляться, как говорится, изо всех сил. Если уже видите, конечно, там одна шашка у вас осталась, у соперника 10, тогда смысла сопротивляться нет. Но если есть хотя бы один шанс из 100, что соперник может ошибиться, надо играть до конца. Что еще бы хотелось выделить? Надо заниматься спортом обязательно. То есть, минимум какой должен быть для поддержания физической подготовки? Это пешие прогулки от 5 километров и более. Это, возможно, скандинавская ходьба. Сейчас вот видите, бабушки, дедушки занимаются как раз с палочками ходит. Очень здорово помогает. Я вот тоже иногда, знаете, как делал? Брал рюкзачок, туда клал 5-10 литров воды, ну, в бутылках, и ходил гулял. То есть, очень великолепно способствует сжиганию лишнего веса. Бег. Бег помогает. То есть, настроиться именно на умственную деятельность. Во время бега, как бы, организм, то есть, мозг отдыхает, и вы, как сказать, успокаиваетесь, что ли. То есть, я вот бегом тоже занимаюсь всю жизнь, да. Мне очень нравится. То есть, пробежался. Но хочу обратить ваше внимание, что перед турнирами, когда вы будете играть в серьезные турниры, никогда не занимайтесь физической подготовкой. То есть, как раз физическая подготовка перед турниром, да, она ведет к тому, что вы будете измотаны, вы будете усталым. И никогда не разбирайте свои партии. То есть, ничего не учите именно в день, когда вы будете играть. Накануне, пожалуйста, можете изучить, так скажем, теорию, можете разобрать свою партию, выигранную, проигранную, там, неважно, заниматься спортом и так далее. Но, так сказать, в день серьезные партии не стоит этого делать. Вообще, проигранные партии, ну и выигранные тоже лучше всего разбирать после того, как вы уже сыграли в этот день важную партию турнирную. То есть, сыграли, тут же разобрали, можете обратиться к своему сопернику. Лучше бы, конечно, хотелось бы, чтобы соперник был более сильный. То есть, более сильный соперник покажет вам лучшие варианты. То есть, всегда можно обратиться к сопернику. Ну, грубо говоря, из 10 человек, 8 человек вам, конечно, покажут, как можно было сыграть сильнее. То есть, разобрали партию тут же с сильным соперником своим, потом пришли домой еще с тренером разобрали или на шашечной программе, пожалуйста, и уже, как говорится, сделали свои выводы. То есть, друзья, хочу вам напомнить, что если вы 5 партий, грубо говоря, проиграете, и ни одной из них не разберете, то толку от этого практически будет ноль. А если вы все их разберете, то в следующий раз вы уже так не проиграете, потому что вы будете знать, как играть лучше. Ну, в общем-то, это на сегодня все. Постарался раскрыть в полном объеме, как надо тренироваться именно начинающему шашисту, хотя бы до уровня кандидат-мастера. Ну и кандидатам мастера, я думаю, это тоже будет интересно, до уровня мастера. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. До свидания!